В эфире «Радио Голос Надежды» программа «Территория разумного замысла». В данной программе мы продолжим исследовать тайны океана и рассмотрим, как подводный мир природы открывает бесконечную мудрость Бога и его могущество. 5 сентября 1977 года космический аппарат «Вояджер-1» был отправлен с миссией исследовать дальние области нашей Солнечной системы. Он имел послание Земли для Вселенной. Позолоченный диск с отпечатанными на нем изображениями и аудиозаписями иллюстрировали разнообразие жизни и культуры на нашей планете. В этих космических посланиях было 116 фотографий, приветствие на 55 языках, подборка из популярной музыки, а также различные звуки. Среди этих звуков был и впечатляющий рефрен из «Морских глубин», и в частности там была запись песни горбатого кита. Песни горбатого кита громкие, длинные и одни из самых сложных вокализаций в животном мире. Звуки горбатого кита могут путешествовать и быть услышанными за тысячи километров от их источника. Более 40 лет проводились исследования звуков китов, и все же так и не стало до конца ясно, почему киты поют. Какие есть предположения у исследователей? Песни китов могут быть брачным зовом во время ухаживаний. Возможно, их звуки – это что-то типа сонара, который помогает определить и отследить местоположение ближайших китов. Однако пока эти загадочные песни остаются тайной. Горбатый кит – это одно из самых крупных животных на Земле. Взрослые самки достигают в длину 15 метров. Они весят от 40 до 50 тонн. Они могут жить более 100 лет. В теплых тропических водах каждые 2-3 года самка рождает одного детеныша. Киты дышат через двойные дыхала. Эти дыхала выбрасывают двойной поток брызг. Его можно увидеть за километры. Затем киты быстро вдыхают воздух в объеме, достаточном, чтобы заполнить пару легких. Когда горбатый кит ныряет, он может задерживать дыхание до 45 минут. У китов нет зубов. Они заглатывают воду, а затем ее фильтруют. При этом они отсыживают 20 килограммов криля или мелкой рыбешки с каждым глотком. Горбатые киты имеют массивные плавники, самые крупные из всех животных. Плавники китов выполняют роль солнечных коллекторов. Данная особенность помогает регулировать температуру тела. Мощные хвосты китов стали легендарными. Поперечники хвоста составляют 4,5 метра. Хвосты помогают китам погружаться на глубину более 200 метров. Происхождение китов – это одновременно и символ эволюционной гипотезы Дарвина, и в то же время это вызов ее состоятельности. Каковы особенности китов? Киты теплокровные, у них молочные железы. Это определенно млекопитающие. Тем не менее, вся их жизнь проходит в воде, и это создает загадку для эволюции. Дарвиновское описание эволюции китов хорошо известно. Четвероногое наземное млекопитающее размером с волка или овцу претерпевает ряд постепенных биологических изменений на протяжении миллионов лет. С какой проблемой в данном случае сталкивается эволюционная модель? Сухопутные млекопитающие, которые оказались в водной среде и которые должны осуществлять там все функции, включая размножение, должны претерпеть в таком случае множество приспособлений. И это непостижимо сложно. Масштаб таких приспособлений должен быть невероятно огромным. Это должно включать перестройку черепа и мышц для перемещения ноздрей к верхней части головы. Это должно быть преобразование передних конечностей в плавники. Это должно включать перестройку скелета, включая шаровой сустав, который позволял бы хвосту двигаться вверх и вниз. Это также должно включать преобразование нескольких десятков зубов в сотни пластин со щеткообразными волокнами по краям. Должна также произойти реорганизация тканей почек для приспособления к приему соленой воды. Также должны преобразоваться легкие. Они должны быть значительно увеличены и перестроены для того, чтобы они могли выдерживать сильное давление при глубоких погружениях. Преобразования также должны включать жировой слой для теплоизоляции в холодной воде. Для эволюционного преобразования должны также произойти модификация ушей, глаз, кожи для эффективного функционирования в водной среде. Это краткий перечень тех образований, которые необходимо было бы изменить в результате эволюционного развития. В соответствии с эволюционной гипотезой Дарвина, наиболее важную адаптацию должна претерпеть мужская репродуктивная система. Для того, чтобы оптимизировать подвижность кита в воде, его репродуктивные органы должны быть перемещены от наружной поверхности туловища животного внутрь брюшной полости. Однако, чтобы произвести сперму, семенные железы должны охлаждаться и сохранять температуру более низкой, чем у тела. Если температуру не поддерживать низкой, в таком случае не будет выработки спермы. С точки зрения эволюционной гипотезы, это безвыходная ситуация. Бесплодие означает, что нет никаких шансов выиграть в гонке жизни. Одним из необходимых условий естественного отбора является способность воспроизводить потомство. Не может быть естественного отбора, если нет репродуктивной способности. Так что эволюция стоит перед задачей как-то решить эту инженерную проблему. Когда самец горбатого кита плавает, он вырабатывает тепло, повышает температуру тела. Для предотвращения бесплодия в организме кита есть механизм охлаждения. Он встроен в его кровеносную систему. В лопастях спинного плавника и хвоста нет теплоизоляции. Кровь охлаждается, а затем переносится через сеть вен в брюшную полость кита. Здесь под слоем мышц сеть вен и артерии окружают семенные железы. Они расположены так, что кровь течет в чередующихся направлениях и тепло от артерии передается в более холодные вены. Данный перенос крови снижает ее температуру до безопасного уровня еще до того, как она попадает в органы воспроизводства. Это замечательное решение данной проблемы. Это красиво и анатомически сложно. Данная система включает в себя чудесные паутины артерий и вен. Однако, как это можно объяснить каким-то плавным, постепенным эволюционным развитием? Набор признаков должен был составлять единое целое с самого начала. Это не может быть постепенный тип изменений. Система охлаждения имеет смысл, потому что есть внутренние репродуктивные железы. Однако, внутренние репродуктивные железы бесполезны, если нет системы охлаждения. Невозможно объяснить возникновение одного без другого. Давайте представим, что трансформация, которую необходимо осуществить, превращает ногу наземного млекопитающего в плавник водного млекопитающего, такого как дельфин или кит. Теперь мы рассмотрим набор требуемых мутаций. Допустим, у нас есть мутация А, которая влияет на кости. Конечности – это не только кости. Там есть мышцы, сухожилия и нервы. Задача согласованных мутаций состоит в том, чтобы они могли согласованно работать вместе, чтобы они могли сотрудничать и вызывать в пространстве и времени трансформацию с нужным результатом. Однако мутации в генетическом материале происходят случайно, и если полагаться на удачу, ничего в результате не изменится. В неуправляемом процессе биологические изменения просто невозможны. Дизайнерам не может быть естественный отбор. Единственное истинное объяснение происхождения сложных систем горбатого кита – это принятие идеи о том, что данные создания были спроектированы. Данные проекты слишком эффективны и слишком совершенные, чтобы их мог составить какой-то случайный механизм. Что приводит к выводу о дизайнере? Свидетельство разумного замысла, свидетельство планирования, предвидения, свидетельство всеобъемлющей организации – все это может создать только разум, только интеллект. Данные генетики, молекулярной биологии и множество других областей науки доказали невозможность принять для объяснения неуправляемые естественные причины. Истинная картина мира заключается в том, что живые существа не являются случайно собранными структурами, в них заложена рациональная логика. Все, что необходимо для того, чтобы получить истинный ответ на вопрос о происхождении животного мира – это открытое сердце, это открытые глаза и открытый разум. Следы дизайна повсюду присутствуют в природе и свидетельствуют о великом дизайнере. Он сотворил землю силою своей, утвердил вселенную мудростью своей, и разумом своим распростер небеса. Субтитры создавал DimaTorzok